друзья всех рад приветствовать давно не виделись будем справлять ситуацию сегодня повестке дня у нас вот такие вот изделия покажу расскажу кратенько надеюсь что надолго все не затянется поэтому давайте начнем так ну здесь два стандартных вспарывателя 6 открывашек тоже стандартном исполнении 2 тоже опять же абсолютно стандартных ремня на 44 миллиметра черные тоже сейчас расскажу давайте вот со вспарывателя начнем значит вот такие вот два клинка два ножа новая кожа приехала очень мне понравилось последующих видео тоже будут нужны из этой кожи вот будет она выглядеть впоследствии как такая состаренная с эффектом pull up то есть когда вот если смотреть да вот все что прожатая ну то есть натянуты она светлая вот по ножу по рукоятке все остальное что она темная то есть со временем кожа приобретет такой вид патины есть вот такие вот шрамы тоже на коже попадается при жизни шрама животного все прошито все хорошо значит по крючкам значит сразу говорю на данный момент будет идти либо вообще вот так вот без подвеса но это только кто подпросит попросит да если как бы вы не указываете что вам без подвеса то будет идти жесткий подвес то есть будет вот такая вот петля только она будет вот сюда пришиваться такая длинная без свободного подвеса он не нужен на этом ноже свободный подвес он как рудимент потому что если вы допустим занимаетесь какой-то ходовой охотой вот эта вот херня лишняя на поясе вам болтаться будет она будет раздражать то есть многие парни как ходят у них и собаки у них значит идут и навигатор у них ружье висит и основной нож висит еще всякой приблуду у них на поясе висит это уже проходили вот проще кинуть в рюкзак да и нести его в рюкзаке потому что он нужен для чего только для того чтобы когда добыто животное взрезать шкуру то есть разрезается шкура нож убирается то есть он не для шкурения для не для чего больше то есть он не нужен постоянно пояс соответственно из-за этого будет либо без подвеса либо будет жестким подвесом чтобы уж если при желании можно было повесить на пояс но жесткий подвес он не мешает так как вот это вот они на большая так значит о давайте достану покажу 2 на 2 ножа нас сталь идет только n 690 на клинки ставлю где-то толщина 2 и 2 миллиметра ну то есть очень тоненький он тут по обуху идет два с половиной два и два на сужение вот сейчас покажу достаточно тоненький толстый он не нужен потому что его не в кости никто никуда не сует гельбанты вот о господи больстро идут из g10 и вот две рукояти орех эронвуд значит связи с последними там событиями изменениями ценовыми айронвуд я ставить на эти ножи не буду то есть либо ставлю если он идет у вас в комплект к основному наш то есть когда вы два заказываете вот такой и обычный нож да и у вас там айронвуд тогда и суда эронвуд я ставлю если такого нет то идет либо вот орех либо ясень либо дуб ну что-то подешевле чем арену вот потому что ну нецелесообразно ставить на такой нож айронвуд вот говорю сразу чтобы потом вопросов не возникало но в принципе стандартные ножи один без подвеса другой свободу подвесу вот в принципе по ним кратенько все так открывашки открывашки смотрю многие раз пробовали сначала так вот сторонку отодвину сначала многие доставать все не буду они абсолютно одинаковые все вот то есть шьются такие вот чехлы на них вот еще один момент хотел уточнить друзья подвес здесь не нужен то есть опять же это ерунда носиться нигде не будет единственно что я думал сделать это вот здесь вот два отверстия наверху чтобы можно допустим было какое-то кольцо ли шнурок или еще что-то повесить и куда-то их вешать если это нужно пишите говорите об этом то есть ну пока не стал делать но как бы в голове эта мысль зрела чтобы можно было как-то за что-то его по сути так то можно подвесить этот чехол да то есть вот сюда вот веревку по разделе вот он висит он никуда не денется но все-таки как бы с двумя дырочками мне кажется здесь будет поудобнее но это опять же из разряда она для ну вот такие вот открывашки сталь опять же идет n 690 они не нужны они из дорогих стали то есть как бы мне писали а можно там чуть ли не 125 сделать ребят хоть из чего угодно можно сделать но смысл платить за них безумные деньги вот это скажем так такой девайс хотя многие город охотники очень нужная вещь нынче чтобы нож не портить здесь идет лезвие то есть вот здесь вот идет линзовидная спуск то есть он не прямой он идет линзы легенько линзы вот соответственно вот это вот открывашка на я же показывал как она работает вот две думаю остальные смысла показывает нет по обуху они прям тоненькие тут вот 2 и 4 миллиметра толщина открывать они будут очень таки не дурно то есть под бутылки под банки и под консервы такая универсальная вещь вот сатину такое наложен вот такие вот 6 открывашки стандартные ноженки идут обычной простой кожи можно вот из такой то есть принципе делается из любой кожи который есть наличие но в основном вот из зото за на тонный можно вот из такой можно вот из такой кожи сделал то есть это все как бы в один ценник будет ничего ничего другого то есть вот как бы открывается вот она достается на игру они одинаковые вот 6 открывашки казен 690 наверное они уже будут постоянно в ассортименте поэтому кому надо значит по по времени изготовления их они конечно будут чуть быстрее чем ножи но все равно их придется ждать то есть вот если вы там позвоните скажете мне нужно сейчас то нет то есть прям месяц полтора минимум закладывайте вот на ожидании вот этой вот вещи то есть грубо говоря они много времени сильно не отнимают как нож до полноценным потому что тут по сути переводя на ножевой язык это скелетник то есть без рукояти без всего ты все это вырезается аккуратненько все термическое шлифуется то есть но не так много времени как возни с ножом поэтому без проблем но закладывайте время на ожидании вот этого вот всего чуда надо она вам не надо она вам сказать не могу решайте сами поэтому как бы уже исходя из этого будете думать потому что not в этом заходе 6 штук люди распробовали так и вот такие вот классические два классических черных ремня таким образом я их заматываю чтобы пряжка не уродовала кожу при переносе и всем остальном ремни кожи абсолютно одинаковая вот такая пряжка это летая латунь это не какой-то там сплав еще что-то это прям латунь латунные пряжки то есть ну по сути они вечные эти пряжки моделью из и купал в америке что так вот я их заматываю здесь идет такая вот силиконовая трубочка чтобы не терлась и вот пряжки это на 44 миллиметра ремней вот две абсолютно одинаковые по размеру они чуть геометрически отличаются это полукругом от чуть по квадратнее ну это это удобно вот такие вот ремешки вот один покороче другой подлиннее значит один момент когда если точнее вы захотите там заказать ремень какие параметры нужны нужна ширина ремня какие делаю я то есть это начиная с 50 сантиметров и миллиметров то есть пять сантиметров до это офицерский портупень ремень и минус и каждый размер минус 6 миллиметров то есть 50 44 38 он чуть уже 32 и там еще по моему пряжки есть у меня на 25 на 26 ну вот но это кому такие не знаю кому нужны но сам факт остается факту то есть образно говоря сейчас прям с этой штучкой вот ремни толстые ремни надежные то есть но это прям вещь такая она может быть не гламурная но очень надежная крепкая вот можно сделать и гламурные ремни можно сделать ремни стеснение можно сделать ремни там там хоть с именем хоть чем то есть вырезать именно ремни вот как-то его раскрасить еще что-то прошить можно но друзья мои вы должны понимать что как бы ручная работа она всегда стоит стоило и будет стоить денег то есть готовы вы за это платить не вопрос вот возможно в недалеком будущем я для примера сделаю один-два ремешка как это все может выглядеть вот так все это закрывается чтобы во первых и латунь не терлась все равно это это патина это естественно патина на них она будет сползать рано или поздно то есть в местах трения она будет там до блеска натираться латун вот вот такие вот два значит что нужно знать при заказе ремня то есть если вы допустим у меня заказываете я вам кидаю файлик там пряжки вы выбираете какую пряжку вот дальше нужен объем талии и ширина ремня и цвет естественно кожи какая там черная коричневая или еще что то вы там поинтереснее хотите изобразить то есть это пожалуйста ремни соответственно также как вот открывашки они идут у них там отдельную очередь грубо говоря я их делаю тогда когда делаю ножны вот когда я сажусь делать ножны я могу сделать там один-два ремня лишних может быть три вот далее как бы все когда перехожу к ножам кожи я не занимаюсь потому что это немного разная работа она играть грязнее допустим когда ножи делаешь и слесаришь и деревяшки а когда чистая работа кожи то пожалуйста и это и это делается одновременно так все друзья пока и до скорых встреч